Приветствую всех своих подписчиков, с вами Коля Молот и сегодня я в очередной раз попытаюсь перезапустить свой канал. На этот раз я собираюсь кропотливо трудиться, буду радовать вас с постоянным контентом и пробивать дорогу своему каналу только вперед. Планы самые наивысочайшие, надеюсь, что в этом вы мне поможете. Поэтому я буду крайне рад, если вы уже заранее проставили лайк, написали какой-либо комментарий. Зачем я это прошу? Все очень просто, это помогает продвижению свежих видео в алгоритмах ютуба. Поэтому надеюсь, что вы будете мне помогать в этом. После блока приветствия познакомлю вас с сегодняшним контентом. Сегодня у нас стартует карьера в футбольном менеджере за футбольный клуб Ростов. Главным тренером этого клуба становится Калек Молодок. Вот этот кудрявый парень имеет за плечами 10-летний стаж управления различными командами и множество успехов. Он имеет лицензию ПРО и готов поднять европейский трофей с футбольным клубом Ростов, что и станет нашей главной целью на эту карьеру. Свои цели на эту карьеру я уже озвучил. Это успех в Европе, в европейском трофее, потому что мне никогда не удавалось взять Еврокубок. Поэтому будем стремиться именно к этому. Возьмем на это 5-7 сезонов, наверное. Ну, либо хотя бы показать достойный результат по типу полуфинала Лиги Европы или Лиги Чемпионов. Это будет очень круто. А вот давайте ознакомимся с тем, что уже от нас руководство команды требует на этот сезон в РПЛ попасть в верхнюю половину таблицы. Я думаю, мы справимся с этим без проблем. Выйти в полуфинал Кубка России. Ну, такая себе, в принципе, важность этого трофея ниже среднего. И выйти в группу Лиги Европы. Это будет тяжеловато, потому что нам нужно пройти 2 раунда отборочных, если мне не изменяет память. Тек-тек-тек. Я тут посидел и подумал и решил, что первый выпуск будет коротенький. И чисто ознакомимся с расписанием на наш сезон. Я расскажу о своих целях на этот, собственно, сезон. И ознакомимся со сталом. Почему так решил коротенько сделать первую часть? Ну, потому что очень много черновой работы действительно нужно сделать вне видео. Допустим, прочекать персонал, посмотреть потенциальные трансферы, провести в конце-то концов не самые интересные сборы. Поэтому второй выпуск уже сделаю гораздо обширнее. Начнем с первого тура чемпионата России. И ознакомимся, конечно же, с новостями, которые происходили с командой в течение этого месяца. Давайте постепенно будем знакомиться с командой. На ваших экранах схема, которой я собираюсь играть 4-3-3. Здесь все просто. Она прекрасно себя проявляла в FM-20. Не знаю, как зайдет в FM-21. Будем уже смотреть на сборах. Поэтому не обращайте особо внимания на роли у футболистов, которые сейчас проставлены. Возможно, фланги будут инсайдами. А роль нападающего будет, ну, как какой-нибудь чистый форвард или таргетмен. Поэтому будем смотреть уже по факту, как парни себя будут проявлять. На то, как расставлены футболисты, тоже не обращайте внимания. Потому что есть игроки, которые у меня под вопросом. Допустим, место пояркового в основе под вопросом. Кто будет являться по итогу фланговыми нападающими, у меня тоже под вопросом. Потому что есть на скамейке Тугарев. Альквист тоже может играть на фланге. Чистый форвард также у меня под вопросом. Возможно, там сыграет Полос, а может на сборах обухов забьет 10 мячей. Кто его знает. Кому интересно, покажу указания для Тартики. Ну, они, естественно, сейчас сырые. Это просто стандарт, который у меня был в прошлое ФМ, и он работал. В это ФМ хочется играть в более атакующий футбол. В более прессингующий футбол. Поэтому некоторые указания будут определенно подвергаться корректировкам. По типу темпа игры, свободы творчества. Возможно, мы будем играть более раскованно. Игра без мяча тоже на ваших экранах. Вот я уже проставил играть более агрессивно. Посмотрим на сборах. Ну, детально я уже проработаю указания к сборам и чемпионату России. Которые вы увидите уже, получается, во втором выпуске. И второй выпуск будет очень скоро. Что касается обоймы нашего клуба. Она действительно у нас большая. У нас очень много хороших молодых футболистов. Также есть два футболиста в аренде, которые присоединятся нам уже через сезон. Это Кирилл Баженов из Химок. И Галенков из Крылов Советов. Они у меня прописаны. И они у нас будут во втором сезоне уже. А что касается состава, который летит на сборы. Но он очень большой. Вы просто вот посмотрите. Здесь футболистов 35, наверное, точно. Я взял очень много молодых футболистов. Их порядка 10. И давайте я вам, наверное, их конкретно сейчас по персоналиям покажу. Начнем с Дэвида Ташевски. В реальной жизни за него уплачен 1 миллион евро. За 18-летнего футболиста это очень большие деньги. Конечно, для нашего клуба. Но не будем забывать примеры Хаджика Дуньча. Который в 19 лет пришел за полтора миллиона. И все сказали, что зачем мы платим за него? Он не играет целый сезон. Может быть, так же и будет с Дэвидом Ташевским. Конечно, пока что он запомнился тем, что забил автогол на сборах зимних. Но, надеюсь, в нашей команде он будет действовать иначе. Скиллы у него перспективные. Хорошая физика. Мы видим, что здесь есть 10-10. Они, я думаю, легко превратятся в 11, если он будет получать игровую практику. Менталка у него также неплохая. Ну, видим, что роль таргетмент чисто головой уничтожать собирается. И предпосылки для этого есть. Хорошие скиллы. Правда, вот потенциал наши скауты рисуют ему не самый большой. 3 звезды это максимум. И то, если он будет действительно получать игровую практику. Артем Тумба, наша новая жемчужинка. Звезда 2 дротс на ваших экранах. Скиллы у него сгенерировались прекрасно, я вам скажу. Скорость есть, техника есть. Потенциал наши скауты рисуют ему в 4 звезды. И я собираюсь этому парню давать игровое время уже в этом сезоне в РПЛ. В аренду никакую я его точно не отправлю. Если насчет Ташевского я еще думаю. Посмотрим на него на сборах. То насчет Тумбы я ему точно дам игровое время в этом сезоне уже. А если вы хотите, чтобы Артем Тумба был и в вашем сейве, то призываю вас приобрести мой собственный апдейт, который я делал, ну, наверное, порядка месяца. Практически 9 тысяч изменений в базе, небольшой фейспак, правильный ресерч наших футболистов, соответственно, правильные позиции, правильные скиллы, правильные потенциалы и пропись большинства молодых футболистов, а также самые свежие трансферы. Александр Кокорин уже в Италии. Она символическая, 150 рублей, поэтому пишите мне в личку ВКонтакте, я с радостью отдам вам этот патч, и вы будете наслаждаться игрой в чемпионате России с правильным ресерчем. Артур Сахиев, парень, который отдал уже одну голевую передачу в чемпионате России на ваших кранах, скиллы у него, в принципе, неплохие, 10-10 завершения дриблинг, первое касание техника по 11, неплохая физика, в целом скилы для роста имеются, можно сделать из него неплохого футболиста для чемпионата России, я буду им заниматься, в первом круге он точно останется в нашей команде и будет получать игровую практику. А если уж мало матчей сыграет в первой части чемпионата, ну, зимой отправится в аренду, вот им уже интересуется. Сокол, Черноморец, Долгопрудный, ну, клубы все ПФЛ, если они гарантируют ему стопроцентное место в основе, то, естественно, будет смысл отдать его туда. Данила Сухомлинов, еще одна звезда, которая блистает в чемпионате России уже, один матч он очень круто провел, выйдя на замену в первом тайме, ну и здесь мы видим, если выдвинутый плеймейкер ему продвигать, ну, 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 для роста, конечно, потенциал имеется, слабоватая техника у него сгенерировалась, в жизни он вроде бы порезче выглядит, ну, явно не на 9, а на больше, но в любом случае ему всего 17, если над ним работать, потенциал 4 звезды, парень может вырасти. Насчет игрового времени пока не знаю, посмотрим на сборах, скорее всего, лучше будет его отдать в аренду уже сейчас, потому что в центре поля у него конкуренция сумасшедшая будет. Также на сборы я захватил Игоря Павлова, парень, только-только подписал вот в январе контракт с нашим клубом, пришел он из Янбойса, является ростовчанином, и если кому интересно, можете почитать его интервью, которое он дал для моего паблика во ВКонтакте про футбольный клуб Ростов, ссылочку на этот пост я, пожалуй, оставлю в комментариях. Никита Колотиевский тоже едет на сборы, ну, такой типичный краечек, быстрый, пробежать, навесить и ничего более. Потенциал рисует 3,5 звезды, по факту 2,5 может докачаться, в общем, если все будет складываться у него хорошо в карьере, вырастет в хорошего футболиста. Давайте посмотрим, кто им интересуется, Сатурн, Сокол, Дружба, снова все по ФЛ, ну, опять же, будем думать после сборов, скорее всего, аренда его ждет. Те молодые футболисты, которых вы сейчас увидели, на них будет делаться большая ставка в этом сейве, я надеюсь, что хотя бы одного футболиста я смогу вырастить, ну, такого классного, добротного игрока для чемпионата России, если их вызовут сборные, если их купит европейский клуб, это будет успех. Потому что ранее, ну, не сказать, что у меня особо получалось развивать либо тех футболистов, которые уже имеются, либо регенов, которые приходили в молодежку Ростова, мне не удавалось раскачать до основы клуба. Был всего лишь один сейв, в котором Дима Вебер у меня, видимо, сгенерировался с супер-классным потенциалом, я его раскачал до сборки, до основы клуба, и в целом он у меня по итогу сейва был капитаном, явным лидером основы, и забивал в Лиге чемпионов, радовал красивыми голами. Это вот единственный случай, когда у меня молодой футболист реально стрельнул из молодежки Ростова. В этом сейве, надеюсь, что не только там Тумба-Ташевский смогут развиться, но и тот же Игорек Павлов, если мы будем правильно воспитывать молодежь, будет правильный подход к ним, то, безусловно, все они вырастут. Давайте также взглянем на несколько футболистов, на которых держится Ростов, за которыми охотятся европейские клубы. Естественно, первая фамилия, которая приходит на ум, это Матиос Норман. В футбольном менеджере он также имеет супер-классные скиллы. Это явный бокс-то-бокс, он очень сбалансированный здесь. Пас 15, командная игра 15, работоспособность 15, видение поля 15. Ну, собственно, главные скиллы для игрока центра поля, чтобы раздавать передачи, у него есть также отбор 14. Стоит он, правда, 3-4 миллиона, но в ФМ слишком много нюансов. Низкая репутация чемпионата России. Также у нас первый сезон, получается, в ковидных условиях. Экономика просела, цены на футболистов просели. Но, получается, пока цена просевшая. Я продавать его никуда не собираюсь. Один сезон он точно обязан отыграть. И после первого успешного, я надеюсь, сезона за ФК Ростов, мы его продадим в Европу. Хороший английский клуб. Ну, вообще, в целом, неважно, куда он уедет. Главное, чтобы за него предложили хорошие деньги, и клуб обогатился. Такая у нас будет стратегия. Ромка Тугарев на ваших кранах. Ну, парень, безусловно, очень перспективный в игре. 5 звезд ему наши скауты рисуют. В Локомотив не дал ему шанса. А в Ростове этот игрок просто расцвел буквально там по щелчку за 5 игр. И, конечно, с такими скиллами его необходимо вырывать из аренды. Право выкупа прописано. Но где-то 500 тысяч евро. Думаю, мы бесспорно предложим эти деньги. Либо зимой, либо уже вот сейчас, после сборов, перед чемпионатом России, я его обязательно выкуплю. Кстати, Данила Глебов. Желто-синяя борода имеет также неплохие сбалансированные скиллы. Отбор опека. Ну, в принципе, такой агрессивность 15. Работоспособность 16. Ну, все главные скиллы у него имеются. То, что он демонстрирует в жизни, то у него прописано и в игре. Потенциал также, кстати, неплохой у него есть. 20 лет. Очень перспективный статус у него. Будем его качать, давать игровое время. Хаджи Кадунич еще один футболист, за которым европейские команды уже выстраиваются. Скиллы у него, кстати, для роста неплохие. Вот мы видим игра, головой, опека, отбор по 13. Соответственно, он качается до 14 и выглядит уже совсем по-другому, как элитный футболист. Потенциал, кстати, тоже 4 звезды. Мы сделаем все для того, чтобы Хаджи Кадунич уехал у нас так же, как и Норман к Европу. По итогам, может быть, даже уже первого сезона. Ну и как же не взглянуть на моего аниме-братика Кента Хашимото. Он, кстати, очень похож по скиллам на Данилу Глебова. Примерно плюс-минус даже, наверное, так и есть. Похожи они. Сбалансированная психология. Ярко выраженные оборонительные показатели в виде отбора и аупеки, как и у Данилы. И физика. Ну, здесь сила 9, да, подсвечивается. Но в остальном, типа, скорость, там, ловкость у него все при нем. Огромная масса болельщиков при каждом действии Романа Еременко. Особенно, если это шведочка. Боже, они в экстазе. Скиллы у него в игре также сумасшедшие. ПАЗ 16, видение поля 17. Скорость уже просевшая, выносливость уже просевшая. Годик он у нас точно попылит. А по итогам сезона будем думать. Также, вот мне, кстати, интересно взглянуть на Максима Осипенко. Пожалуй, в перспективе это, ну, супер топовый центральный защитник для сборной России. В которую его, кстати, до сих пор не вызывают. Скиллы у него. Да, это очень топовые скиллы, кстати. 14, 14, 14. Ну, это парень убийца. 800 тысяч он стоит. Ну, в перспективе это все 8 миллионов для Зенита сюда на стол. Выкладывайте мне сразу по итогам сезона. Пожалуй, знакомство вот такое по персоналиям детальное. Закончим на самой дорогой покупке этого сезона. И вообще и в истории клуба Понтуси Альмкости. Его купили, ну, для нашей команды за сумасшедшие деньги. По разным данным от 3,5 до 5 миллионов евро. Я никогда не мог подумать, что наша команда способна вообще вкинуть такой чек за футболиста. Раньше в трансфере были 2 миллиона максимум. А здесь все резко. Пятерочка на шведов вываливается. Ну, и скиллы у него вот. У меня сейчас в тактике стоит прессингующий форвард. И для этой роли, ну, в принципе, основные статы у него неплохие. Есть работоспособность для прессинга, собственно. Скорость также есть, хорошенькая ловкость. Завершение 12. Ну, это все, естественно, поправимо. Парень молодой, 20 лет. Потенциал 4 звезды. То есть, если мы его будем качать в основе клуба, давать ему игровое время, ну, он станет гораздо солиднее выглядеть. Что касается чемпионата России, календаря на сезон 20-21. Видите, что я назначил 5 матчей товарищеских. Две игры вот эти вот с ноунейм командами у нас пройдут на австрийском сборе. А дальше уже я набросал чуть более серьезных соперников. Чайка, Академия Шахтера и перед Химками у нас будет битва с Великой Мордвой. Конечно же, бросается в глаза календарь на первые 5 матчей. Это прекрасное подспорье для того, чтобы стартовать с максимальным количеством очков. Химки, Тамбов, Ахмат, Урал, Сочи. Два дома, три на выезде. Ну, здесь мы обязаны минимум 10 очков, мне кажется, забрать. А вот что касается более ответственного отрезка, когда у нас в силу вступает Лига Европы, в которой, я надеюсь, мы выйдем, блядь, в группу, это ближайшая цель на первый сезон, выйти в группу Лиги Европы, чтобы дать практику игровую вообще абсолютно всем, повысить репутацию клуба, заработать денег и, естественно, продать футболистов этим турнирам. Вот здесь вот, конечно, да, соперники уже серьезные. Когда нам нужно будет тратировать состав, а у нас в соперниках Динамо, Рубин, Зенит, Локомотив, клубы, которые имеют серьезных составов, будет очень тяжело пройти. Отрезок конец августа, сентябрь будет очень сильный для нас. Надеюсь, мы справимся. Все будет зависеть, конечно же, от первых пяти туров. Если мы их успешно прогоним, пробежим, то не составит труда, мне кажется, более или менее нормально пройти этот отрезок и как минимум выйти в четвертый раунд, плей-офф. А там уж будет видно, кто у нас по жребию выпадет. Все-таки мы будем не сеянными в четвертом раунде, в самом главном для отбора в группу Лиги Европы. Потихонечку будем переходить к завершению этого нашего нулевого бета-выпуска. Я понимаю, что на монтаже он, скорее всего, получится очень коротеньким, но поверьте, я потратил, блядь, два часа, чтобы его записать. Потеря кондиции записи ролика. Много нюансов в настройке всплыло. Ооооо, в целом, ну, тяжко мне пришлось, плюс монтаж, в итоге какое-то нерациональное количество времени я на него потрачу. Поэтому поставьте, плиз, лайк. Еще раз попрошу вас, продвинем это видео немножечко выше, разовьем его потенциал, так сказать, с одной звезды до трех хотя бы, пожалуйста. А вот второй выпуск, я уже обещаю, будет гораздо обширнее, гораздо интереснее. Начнем его сразу же с первого тура против Химок. За кадром я уже проведу всю Черновуху. Впереди реально много работы ждет в клубе. Нанять персонал, провести сборы, раскидать футболистов по арендам. Естественно, все самые лучшие новости вы узнаете уже во втором выпуске. Поэтому подписывайтесь на канал. С вами был главный тренер Калек Молодок. Впереди нас ждут большие дела, большие успехи в чемпионате России, я надеюсь, в Европе. Наша цель – Еврокубок.